всем привет на канале удач мы сегодня мы с вами продолжаем тему политики у нас на канале и обсудим статью из одной газеты журналисты которые были аккредитованы на встрече большой семерки на саммите в неаполе и присутствовали на скажем так беседе министров обороны большой семерки момент обсуждения темы украины украинской военной помощи и попыток разрешения военного конфликта на территории украины как как у нас повелось я вам сейчас буду зачитывать статью чтобы во первых не сбиться с толку смысле ну естественно потом прокомментирую со своей стороны вам эту статью а вы уже высказывайте свои мнения свои точки зрения по услышанному материалу и так сейчас подготовлю ну что ж давайте мы с вами начнем читать эту статью и так статья на недавней встрече большой семерки в неаполе главы министров обороны обсуждали кроме прочего тему военной помощи украине и те возможные последствия которые повлечет за собой захватническая война путина по отношению к соседнему государству присутствующие на саммите журналисты отметили тот факт что за прошедшие почти три года ситуация на линии фронта в украине к сожалению оставляет желать лучшего несмотря на то что военную гуманитарную и экономическую помощь зеленскому и его стране уже было выделено свыше 50 миллиардов долларов мирового бюджета и сумма вложений в эту войну на территории украины постоянно растет сша как основной стратегический партнер украины на политической арене в мире как никто другой выделяет непомерно огромные суммы денег на закупку украиной вооружений обучение личного состава восстановление инфраструктуры в стране но тем не менее россия и управление в кремле как будто бы не замечают или не хотят замечать тот факт что украина сдаваться и складывать оружие не намеренно и продолжают массированные наступления сразу по нескольким направлениям на востоке страны у политиков вызывает шок та небывалая готовность ближайших соседей россии помогать не только вооружением на поле боя как это с первых дней вторжения делает иран отправляя дроны стрелковое оружие и ракеты класса земля-земля но и поставкой личного состава так северная корея открыто заявила о том что на подмогу российской армии на восточном направлении в украине подготовила и уже отправила первую партию личного состава северкорейской армии общее количество военных составляет более 12 тысяч человек глава северной кореи заявил в официальном сообщении что корейские солдаты будут бороться самоотверженно за большого соседа и помогут одержать победу интересен тот факт что контингент корейской армии напрочь лишён мысли о дезертирстве с поля боя по простой причине семьи всех отправленных на линию фронта солдат взяты в заложники корейским государством и даже после возвращения на родину выжившие в войне северокорейские солдаты будут подвергнуты все без исключения восстановительному периоду в лагерях пропаганды чтобы исключить у них возникновение мысли а правильно ли они поступали если бы не коррупция высших и шуманных власти украины и постоянные кражи как вооружение боеприпасов и военного бандирования в армии страны так и гуманитарно-финансовой помощи то сегодня неизвестно было бы смогла бы россия продвинуться так глубоко на территорию украины как это происходит сейчас или нет именно этим и пользуются многие политики на западе каждый раз по каким-то неясным причинам не дающие разрешения на поставки более современного вооружения украине или на выделение очередного крупного транша опасения что благодаря кражам вооружений из украинской армии и в украинской армии в одночасье может возникнуть из небытия чья-то приватная и до зубов вооруженная армия действия которые могут быть перенаправлены против тех кто усиленно помогал все эти годы украине не оставляют многих западных в том числе и немецких политиков в покое в немецком бундестаге такие партии как афд союз сары вагенкнехт и либералы уже несколько месяцев подряд говорят что украина самостоятельно не способна прийти к победе над россией без интенсивной помощи западных держав а ежемесячно выделять крупные миллионные суммы на поддержку украины германия уже не в состоянии по причине того что государственная казна как всем известно пополняемая не только за счет дивидендов от экспорта немецкой продукции в другие страны но также и за счет налогоплательщиков уже находится в одном шаге от болевого порога когда можно будет сказать все денег нет но и вы уже держаться ниже 100 не можете поэтому необходимо все усилия перенаправить не на военную помощь украине а на дипломатическое решение военного конфликта на территории украины но опять таки украина со своим планом мирного урегулирования конфликта готова сесть с российской стороной за стол переговоров только в том случае если россия прекратит вторжение выведет все подразделения с территории украины и вернет все аннексированные территории обратно такие пункты мирного плана украины вообще не устраивают ни путина не его кабинет он не намерен отдавать назад то что однажды присвоил себе такова сущность всех функционеров госструктура российская сторона настоятельно требует от украины отказаться от желания вступать в блок нато и ес первый пункт влечет за собой незамедлительное расширение альянса на восток чтобы там не говорили глава государств членов нато и как бы они не заверяли россию в том что расширение не будет расширение альянса это неопровержимый факт который последует сразу за процессом принятия украины в нато второй пункт пока не располагает возможностями но подразумевает подступлением ес размещение на территории украины воинских подразделений дружественных государств этот пункт тоже не устраивает путина поэтому он не намерен в данный момент времени рассматривать дипломатическое решение об окончании вторжения на территорию соседнего государства на этот счет у него имеется горький опыт минских соглашений по результатам которых западные державы должны были со своей стороны следить за нейтралитетом украины а по факту готовили ее к массированному военному вторжению на территорию россии исходя из этих фактов многие немецкие политики не видят никакого другого решения в военном конфликте между россией и украиной как именно заставить украину пойти на уступки россии и отдать ей завоеванные территории при этом не подписав при этом подписав согласие он не вступление в блок нато зеленского этот поворот событий конечно же не устраивает никак сколько еще будет длиться братоубийственная война в европе сказать на сегодня очень и очень тяжело и пока западные политики и лоббисты black rock спорят между собой о пределе зон влияния на территории уже разделенной ими украины несколько лет назад военный конфликт уносящий ежедневно сотни тысяч в первую очередь мирных жизней не закончится до тех пор пока не осуществятся слова сенаторов сша открыто заявивших в начале войны что они готовы воевать с россией до последнего украинца по итогам встречи министров обороны большой семерки военная помощь украине будет продолжаться несмотря ни на какие препоны со стороны недовольных политических партий альянсов или объединений так когда же появится свет в конце туннеля вот такая вот у нас получилась статья вернее я прочел вам такую статью что интересно комментарии именно немецких граждан под этой статьей были не то что украине против требований зеленского против его постоянных заявлений о том что ему нужно то ему нужно это они обязаны все должны помогать украине потому что украина воюет за безопасность европы с одной стороны вроде бы это и да потому что если вдруг хотя бы но все зависит от украины если конечно же украина откажется от попыток от мыслей вступить в блок нато то и естественно она станет буфером между странами нато и россии чего и хочет и чего и добивается сам путин но многие комментаторы говорят что этого зеленского уже давным-давно пора бы как нелегитимного президента убрать с поста и на его место поставить человека который сможет закончить весь этот конфликт с другой стороны этот конфликт сможет быть закончен со стороны украины только в том случае если украина скажет все мы готовы пойти вам на уступки забирайте эти отвоеванные территории себе оставьте нас в покое мы будем восстанавливать свою страну и мы даем вам обещание не вступать в тот альянс или не вступать в этот альянс естественно путин ждет именно вот такого разрешения конфликта до тех пор пока он не услышит и не увидит официально подписанного заявления на бумаге со стороны украинских чиновников со стороны управления украины он будет продолжать массировано бомбить и уничтожать территорию украины неважно будут там или китайские хунви и бины будут ли там северокорейские тэйквондисты готовы за тарелку риса воевать целую неделю кто туда еще впишется пока без понятия может быть даже венесуэла пришлет своих миротворцев тут вопрос довольно таки очень сложный ведь на территории украины самого начала воевали боевики и наемники из канады из польши из голландии неонацисты из германии воевали причем их всех отлавливай показывали паспорта но мировое сообщество закрывала глазки на это и говорила что этого не может быть это фейк это фотошоп то же самое происходит сегодня со стороны россии по отношению к украине россия привлекает на свою сторону соседние государства чтобы обеспечить временную но военную помощь в целях достижения каких-то своих определенных вот этих вот вершин в этой войне вопрос конечно же сложный но жалко что из-за вот этого вот из-за этих распри политиков из-за этих американских сенаторов которые утверждают что и раньше утверждали что они готовы воевать с россией до последнего украинца или эта компания black rock лоббисты которые находятся и в бундестаге в германии и не на руку этим лоббистом окончании военного конфликта на территории украины компания это black rock заинтересована в том чтобы на украине действительно пропала вся власть могущая в будущем сказать нет компании black rock или ее акционерам или пайщиков вот вам еще одна причина того почему до сих пор на украине идет война почему она до сих пор не закончилась почти половина населения украины уже уже разбежалась и сейчас собираются еще больше людей покинуть территорию страны потому что жизнь становится невыносимой не только на восточных территориях украины но также и в центральных про западные территории украины говорить не будем западные территории живут своей жизнью они так открыто все и говорят что не важно что там творится на востоке это затеяли минск и донецк вот пусть они и разбираются то есть идет раскол в самом государстве когда люди вместо того чтобы стать плечом к плечу на защиту своего государства расходятся по разным лагерям и живут по принципу моя хата с краю ничего не знаю вот это был мой комментарий на статью в газете бильд по итогам встречи глав министерств обороны большой семерки в неаполе а а теперь высказывайте свои комментарии высказывайте свои точки зрения и старайтесь высказываться так чтобы не обидеть ничью либо сторону потому что я со своей стороны показываю в данном вопросе нейтралитет иногда бывают проскальзывают действительно жесткие грубые слова или в отношении путина или в отношении зеленского в отношении их обоих потому что для меня это два человека которые готовы пожертвовать своими странами и людьми ради достижения своих каких-то амбициозных целей для меня они честно сказать не политики что один что второй лжецы поэтому постарайтесь высказываться тоже непредвзято и скажем так корректно ну и как обычно не забудьте подписаться на наш канал поделиться видео с друзьями оставить свой лайк если есть желающий поддержать наш канал финансово всегда благодарна вам за любую копейку ссылки на донаты у нас в описании как под каждым видео но если вы хотите чтобы ваш ваше пожертвование быстрее до нас дошло используйте ссылку через paypal ну что ж всем удачи не болейте пока